всем привет народ вы мне на канале спорт x и сегодня мы поговорим тут немного о такой теме души трепещущей которую всего на диете и на диете вредно или не вредно можно или нельзя кока-кола light можете пить обычную коколу но мне обычно кокола не нравится да и на диете пить нельзя потому что там сахар вот и я вот пью light постоянно пью ее приблизительно 2 литра в день ну не каждый день иногда через день иногда раз в неделю то есть по-разному если на диете допустим я могу пить очень много и сама больше всего их выбивал это было 4 литра за день каждый день упал там минимум литра и как видите живой здоровый и пью уже давно пью как только начал готовиться это было в 2006 году я первый раз выступил на соревнованиях и с тех пор на диетах я постоянно пью кока-колу ну и сахарозаметель тоже употребляю поэтому в этом видео мы тоже зацепим и сахарозаметель что-то немножко завтыкался с собой сахарозаметель сам потому что ну ладно не будем рекламировать производителей там всяких так что обойдемся кока-колой те сахарозаменители которые есть кока-коле они и отдельно продаются магазине их можно приобрести в любом супермаркете в отделе для диабетиков это не есть проблема так и сейчас мы здесь немножко пробежимся по составу кока-колы и также я у себя на телефоне приготовил ссылочки вот по веществам зачитаю вам их потом я соответственно выложу их в описании к видео чтобы вы тоже почитали посмотрели все компоненты которые здесь находятся имеют очень низкую как бы это так выразиться вредность или не вредность короче очень низкое воздействие на организм они запрещены все их можно пить те кто там рассказывают что какие-то вещества запрещены в европе там еще и в сша нет ничего подобного там по моему лишь один компонент запрещен был сша это неоправданно короче и его собираются обратно в стройку потому что как бы они там исследование в общем провели и решили что дурочки какие-то запретили а они решили другие уже ученые что надо его реабилитировать это вещество я уже забыл какое-то ну короче там у нас уже записано все посмотрим так и начнем так объем полтора литра склад состав так вода подготовленная артезианская и первый компонент у нас диоксид углерода так диоксид углерода сейчас мы посмотрим что у нас там с диоксид углерода за такой ну зоне такое страшное вообще ужас просто да итак открыть ой извиняюсь только что в борщика поел поэтому у меня чуть-чуть того этого бурлит однако так а вот у нас диоксид углерода здесь есть углекислый газ двуокиси углерода сухой лед твердом состоянии так химическая формула co2 но это нам знать не обязательно потому что как бы его продукт имеет свою химическую формулу и это не означает что прям какая-то там химия просто здесь абсолютно всего на свете что вот мы видим пьем едим картошка даже огородная везде есть свой химический состав и химическая форма каждого из компонентов так химические свойства где описание итак а вот у нас здесь есть описание диоксид углерода углекислый газ двуокиси углерода оксид углерода угольный ангидрид бесцветный газ нормальных условиях без запаха и химической и химическая формула co2 плотность при нормальных условиях так это нам не надо свойства физические диоксид углерода углекислый газ газ бесцветный запаха при сильном охлаждении кистолизуется сухого льда туда-сюда это тоже нам не надо химические по химическим свойствам углерода относится кислотным оксидом при растворении в воде образует угольную кислоту реагирует с щелчим с образованием карбонатов и гидрокарбонатов вступает в реакции с электрофильными замещениями например с фенолом так это тоже нам не надо биологически и так а вот тут внимательно вот уже дошел до биологически ой за собой тоже извиняюсь я простыл у меня и так с носом не лады а тут еще простуда так биологические свойства организм человека выделяет приблизительно на 1 килограмм 2 3 фунта углекислого газа в сутки подожди организм человека выделять приблизительно а один килограмм 2 3 фунта углекислого газа в сутки то есть мы тоже вырабатываем этот углекислый газ он есть составе кока-колы то есть то что мы его вырабатываем на изучающую мы умираем там или задыхаемся от него нет то же самое кока-коле мы пьем и ничего она выводится естественно способом с мочой это вещество итак смотрим дальше этот углекислый газ переносится от ткани где он образуется в качестве одного из конечных продуктов метаболизма по венозной системе затем выделяется с выдыхать с выдыханием воздухом через лёгкие таким образом содержание углекислого газа в крови велико в венозной системе и уменьшается в капиллярной сети лёгкой хималовой вертикальной брови содержание углекислого газа в крови в крови часто выражают в терминах порционального давления но это я думаю там тоже нам не особо надо нам надо еще что-то я что-то короче тут более интересную информацию смотрел гемоглобин основной кислород транспортирующий белок элитроцитов получение применения методы регистрации углекислого гастродия токсичность применения вот тут даже маркирации есть добавки е потому что все добавки углекислые газы все это маркируется промышленными маркерами маркерами е и там уже пошло 200 там какая-то там и так далее так смотрим пищевой промышленности углекислота используется как консервант и разрыхлитель обозначается на упаковке кодом Е290 жидкая углекислота широко применяется в системах пожаротушения и в огнетушителях ну это понятно в огнетушителях используют потому что получается это же не кислород а огонь взаимодействует с кислородом и горит еще сильнее поэтому когда вот тушишь углекислотой то есть ему никак нету кислорода и он тухнет так смотрим дальше автоматически углекислый установка для пожаротушения начали отпускать так это нам тоже не надо углекислый газ используют для газирования лимонада и газированной воды вся газировка содержит углекислый газ абсолютно он даже по моему есть в этих самых минеральных водах там тоже используется углекислый газ так или иначе мы все его пьем мы все даже вырабатываем дышим и ничего там это нормально а в кока-коле все так сразу отравлю, ты что сейчас сдохнется так ну думаю углекислота вон дальше короче вы и сами там почитаете разберетесь может что еще интересного даете я что-то там пропустил все я читать не буду потому что тут очень много всего вот могу разве что зацепить еще один пункт токсичность углекислый газ тут есть такой пункт кстати токсичность так вот что здесь пишут углекислый газ не токсичен но по воздействию повышенной концентрации в воздухе на воздыхательные живые организмы его относят к удушающим газам ну это естественно потому что это же не кислород а мы дышим газом кислорода вот и поэтому он нам нужен а углекислый газ для нас дышать мы не можем это и понятно а теперь теперь мы посмотрим другую ссылочку так сначала мы засчитаем что у нас тут еще в составе есть и так смотрим у нас тут диоксид в углете барбник натуральный сукровый углер карамель использую здесь регулятор кислотности альтофосфорная кислота документ походу ссылочки все по очереди потому что как бы там не смотрел и завтыка будет подписать вот но я думаю не перебуду так открываем да артофосфорная кислота так так артофосфорная кислота туда-сюда смотрим что там у нас артофосфорная кислота неорганическая кислота средней силы с химической формулой короче формула тут H3PO или 0 4 а H3POPO4 я не знаю там формула то я не биохимик не химик поэтому как бы в формулах не особо там разбираюсь может сразу хочу извиниться потому что ну кого-то обидел там то что формулы я прочитал малый дух там какой-то химик биохимик смотрит мое видео поэтому сразу зиме итак смотрим которая при стандартных условиях представляет собой бесцветные гигроскопические кристаллы при температуре выше 213 градусов цельсия она превращается в первую фосфорную кислоту очень хорошо растворима в воде обычно от фосфорной кислоты или просто фосфорной кислоты называют 85% водный раствор бесцветная сиропообразная жидкость без запаха растворима также это ноли при других растворителях так и судя по всему могу сделать предположение что раз она при таких жестких условиях растворяется наверное она все же в нашем теле может не растворяться то что она просто может не усваиваться у организма просто ресурсов таких нет ее растопить так получение кислоту получать так фосфорную кислоту получают из фосфата фосфата что-то знакомое можно получить гидролизом эндохлорида фосфора а из фосфора или взаимодействие с водой оксида фосфора полученное на сжигание фосфор кислорода так это нам не надо свойства трех основная кислота средней силы при взаимодействии с очень сильной кислотой например с хлорной фосфорная кислота проявляет признаки атмосферности атмосферу образуется соли фосфорила так ладно это тоже нам не надо тут куча всего умудреного фосфаты применение нам нужно применение сейчас мы посмотрим так фосфорная кислота авиационная промышленность короче пищевая промышленность сельское хозяйство стоматология пищевая промышленность ортофосфорная кислота зарегистрированного качества пищевой добавки 338 применяется как регулятор кислотности в газированных напитках например coca-cola и не только coca-cola потому что все дешевые напитки я специально там ходил по магазинам смотрел все очень дешевые напитки сладкие содержат сахарозаменители и вот эти вот все кислоты объясняется это тем что вещества все эти очень дешевые они доступные и их просто использовать поэтому вы тоже можете пить даже если вы не любите coca-cola поверьте если вы когда-нибудь передешевые напитки то его по-любому или ортофосфорную кислоту и все остальное не умерли так смотрим что у нас тут дальше так в авиационной промышленности в составе гидрожидкости мгжу 5у так и ее иностранных аналогов не знаю что это такое видно какие-то там для охлаждения может что-то или еще я не знаю стоматология нам тоже неинтересно потому что в стоматологии ну сейчас кратко ее используют для очистки зубов перед тем как наносить пломбы так как эта кислота она разъедает очищает соответственно то есть ее как бы это сам и кстати это может быть причиной этого мифа что типа муф там coca-cola ужаснейшее средство ты что металл разъедуай от этого от ржавчины очищает очищает ортофорфозная кислота и в ней же чистят ваши зубы в стоматологии вы уже от этого не умираете правильно и у вас мясо не разъедает почему ваше мясо не разъедает потому что это как бы это выразится поверхностное применение вот если от вас там отрубить кусок и положить в это все дело то понятное дело оно со временем того так же никто не делает и это невозможно в принципе с живым человеком так где у нас еще ее используют ну все в большинстве не используют так малая область применения в принципе не такая широкая вот ну в общем на всяком случае эти все вещества из ниоткуда не добывают это все вещества взятые из природы то есть концентраты откуда-то из каких-то этих самых вытягивают их добывают возможно это какой-то побочный продукт в какой-то промышленности ну как это зачастую бывает потому что допустим если взять белок или сыворотку молочную то это тоже побочный продукт вот сыворотку раньше если вы не в курсе ее раньше просто выкидывали вот на полях в колхозах допустим просто выезжал там этот самый типа бензовоза таких больших цистерна короче и просто выливали в поле вот а потом кто-то смекнул что там же белок вот и можно выводить сначала его использовали как для комбикорма животных а потом просекли что как бы белок тоже можно и людям продавать он везде одинаковый то есть то что животные едят то и мы едим кукуруза та же и все остальное то есть все это продукты питания такого общего спектра применения вот и не надо рассказывать что это комбикорм люди не животные люди животные такие же как и все остальные и мы питаемся в принципе практически одной и той же едой не совсем вот одну и той же потому что как бы раньше разные принципы предотвратить сила сесть жжем но это вам не обязательно знать но в основном пшеница роса пшено в общем все крупы животные тоже едят так смотрим дальше сейчас уже третий компонент будем смотреть так так что там у нас мы там есть артофосфальная кислота это цитрат натрия цитрат натрия сейчас мы глянем у нас тут цитрат натрия так это у нас какой-то второй посмотрел третий по списку надо было все таки подписать цитрат натрия цитрат натрия смотрим дальше физические свойства белый кристаллический порошок и так цитрат натрия это кстати само вот это вот слово приставка натрия обозначает что это солевое соединение все как бы там хлориды шмориды натрия это все солевые соединения и так смотрим цитрат натрия так вот латынь у нас тут даже есть натрий цитрат натриевая соль лимонной кислоты и так цитрат натрия имеет средне выраженный соленокислый вкус за эту особенность цитратов щелочных и щелочноземельных элементов например цитратов натрия и кальция они известны как кислые соль так иногда так ошибочно называют лимонную кислоту цитрат натрия применяется основном как специя приправа придающая особый вкус или как консервант пищевая добавка под названием Е331 так области применения области применения цитрат натрия входит как вкусовая добавка в состав газированных напитков со вкусом лимона или лайма а также состав энергетических напитков так цитрат натрия может использоваться как буферное соединение предотвращающие изменение кислотности пьяши так цитрат натрия применяется для управления кислотностью некоторых блюд например желатинами десертов цитрат натрия применяется для регулировки кислотности в кофемашинах даже в кофемашинах их используют так что если вы звездюки еще уверены что это ужасная химия то каждый из вас пил цитрат натрия так или иначе потому что в кофемашинах везде их используют профессиональные в кафешках вы по-любому пили кофе все поэтому вот ну можете я ошибаюсь в принципе можете меня поправить поэтому я так сказал так цитрат натрия применяется для так понятно цитрат натрия образуется при растворении в воде множество быстрорастворимых лекарств таких как антоцит от изжоги цитрат натрия используется для уменьшения дискомфорта при инфекциях мочеполовой системы он уменьшает кислотность при периферических почечных ацидозах и также применяется как регулятор осмоса слабительное вот такое не знаю широкий спектр действий не широкий но достаточно такой большой спектр применения цитрат натрия в виде раствора является одним из компонентов среды для размораживания спермы животных при искусственном осеменении то есть если бы это была ужасная отрава то там бы ничего не выжило а его еще используют при этих самых сперметозоидов разморозить цитрат натрия в виде 50% раствора используется при определении скорости оседания эритроцитров методом понченкова какого-то и так цитрат натрия используется аналитически химии как компонент при определении ионов аммония ну в общем в общем все метаболизация в организме человека так в организме человека присутствует цитрат натрия лимонная кислота то есть наш организм тоже способен вырабатывать эти вещества они есть и я уверен что они есть в гораздо большем количестве чем содержится здесь в кока-коле потому что полностью а ну это но мы до него еще дойдем так сейчас мы дальше посмотрим что у нас там по списку так цикломат цитрат натрия пиццу лоджу ацесульфам ацесульфам цикломат натрия цикломат ацесульфам кан цикломат натрия цикломат так вот так смотрим 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 так третья четвертая что у нас там открыть ацесульфам так смотрим бесцветные кристаллы туда-сюда плотность это нам не надо ацесульфам калевая соль диоксида дигидрометил вообще какое длинное название посласитель сульфамидного ряда бесцветные кристаллы легко растворимые в воде примерно в 180-200 раз сладче сахарозы сахара впервые описан 1967 году немецким химиком Карлом Клаусом итак подобно сахару также являющимся сульфамидом сахаром является сульфамидом надо будет почитать что это такое ацесульфам в высоких концентрациях имеет гайковатый металлический прикус поэтому часто используется в комбинации с спартамом спартам смягчает его вкусовые свойства используется для послачения газированных напитках при изготовлении выпечки желатиновых десертов и жевательные резинки о жевательные резинки жвачку любят жевать все копыты еще от нее никто не отбрасывал а вот вещество это там есть одобрен к использованию в газированных напитках в 1998 году американским управлением по контролю за продуктами и лекарствами итак в отдельных средствах массовой информации в публикациях посвященных подсластительным частям утверждается что ацесульфам может вызывать рак опять же какие то пиздюки там короче начали писать эти самые статейки я читал об этом то есть ну как обычно звездюки у Васи Петя там какие то влазили начали там какие то связи искать научных исследований никто не проводил просто посмотрели там какую то статистику непонятную короче и сказали вот но доказательные базы они не имеют поэтому говорить о том что это вызывает рак ну я не знаю как по мне это равносильно тому что просто соврать людям хоть даже если из каких то там гуманных побуждений но это все равно вранье поэтому такие вещи надо пресекать не знаю правда как но этим наверное государство должно заниматься как то исследование проводить опровергать и в общем контролировать эти вопросы ну или хотя бы меценаты может какие то бы занимались этим в отдельные средства так это мы читали согласно исследованиям 1970 года однако токсикологические исследования показали отсутствие связи между приемом ацисульфама и вероятностью возникновения опухоли то есть кто-то там исследование провел это раньше они еще там проводили потому что уже задумывались об этом вопросе то есть видимо какие то васи пити там тоже всплывали вот и начали кричать там конец света Синтез. В промышленности используются несколько методов ацессуальфама. Практически во всех синтезах в качестве предшественника четырех углеродного фрагмента метеосистекла используются природные ацессуальфамы, ее эфиры, либо диктен. Короче, это нам тоже не надо, как ее добывают. Примечания. Примечания. Больше еще нету. Сейчас мы перейдем к другому компоненту алкоголы. Итак, цикломат, ацессуальфам есть, цикломат натрия, цикломат натрия. Сейчас мы посмотрим цикломат натрия. Следующий у нас там аспартам. Так, цикломат натрия. Надо было открыть. Сейчас. О, цикломат натрия. Цикломат натрия N, циклогексилсульфамат. А, что вот это? Сульфамат. А, сульфамат. Тут просто не влезло они, это сам. Чуть не на луголь. Цикломат натрия. Натриевая соль цикломовой. Цикломовой кислоты. Бесцветное кристаллическое вещество с притерно-сладким вкусом. Так, цикломат натрия. Это у нас подслоситель. Химическое вещество синтетического происхождения, используемое для придания сладкого вкуса. Цикломат натрия в 30-50 раз слаще сахара. Предшественник, вроде бы, 200 раз сильнее сахара. А тут искусственное и 50 раз всего лишь. Широко используется для подслащивания пищевых продуктов, напитков и лекарственных средств. Кстати, в Нурофене, если кто не знает, там сахарозаминитель используют. Ну, в жидких. В детских, взрослых там, не знаю, есть или нет. И в разных сиропах для каши. Ну, от каши, то есть. Вот. И вот самый важный момент, кстати. Одни звездюки постоянно, я помню, раньше писали в интернете, что мог цикломат натрия накапливаться в организме. А спартам тоже там накапливаться в организме. Там, короче, хана вам настанет, все там почки отсохнут туда-сюда. Дело в том, что эта пищевая добавка, она не усваивается организмом. То есть, нет для нее местного организма, она не нужна вам. Поэтому она не усваивается. Ну, может, еще и химическая структура не позволяет усвоиться. Вот. И поэтому она полностью выводится с мочой. Понятное дело, что если ее много пить, как я, например, я сахарозумителя очень много пью, плюс кока-кола, короче, и там, ясен фиг, что оно какое-то время там может находиться у меня там где-то в почках, там еще где-нибудь, что есть. Вот. Но оно выводится. Вот. Не заставив. Тем более исследование я проходил, и с почками все отлично. Были там немножко соли, там, ну, ничего такого там, ничего прямо пугаться там. То есть, нету. Все, в принципе, в полном порядке. Вот. Поэтому, то есть, не слушайте всяких идиотов, которые там рассказывают, что вы там сидите, вот эту сахарозумительную, и у вас тут же опутут почки. Нет. Так. Не усваивается организмом и выводится с мочой. Безопасная суточная доза 10 миллиграмм на 1 килограмм массы тела. Ну, я, наверное, больше пью, чем 10 миллиграмм на 1 килограмм тела, если я пью в таблетках. Получается, за один раз я выпиваю сахарозаменителя 8 таблеток. Ну, все время. В день я могу пить чай где-то чашек около 10, иногда 12. То есть, вы можете посчитать, да, это получается 80 таблеток сахарозаменителя в день. И пью я его уже на протяжении очень длительного периода времени. То есть, я из-за кока-колы говорил, когда я начал с соревнованием только готовиться. То есть, диета, шмей, это понятное дело, что я начал сразу пить и сахарозаменитель, потому что сахар как бы калорийный. И вот я нашел такой выход. Ну, и вот пью его уже 10 лет. И, собственно, все отлично. Так, смотрим дальше. Что тут у нас? А, вот. По данным исследований, цикломат натрия повышает риск развития рака мочевого пузыря у крыс. Однако, эти эпидемиологические данные не подтверждают аналогичного риска у людей. В составе газельных напитков он имеет обозначение 2,952. Вот это тоже, конечно, очень сранное исследование по поводу крыс. Я очень много слышал и других исследований по поводу крыс, связанных с гормональными препаратами и так далее. И ни одно из них не внушает доверие. То есть, сразу же видно, что люди какие-то заинтересованы личными амбициями. Опять же, вруны, видите, конченые, которые, понятно, что-то пытаются доказать свою личную позицию, то есть пытаются выдавить желаемое за действительность. То есть, я пока не увижу реальные подтвержденные научным сообществом данные, что ученые собрались там, собрали там кучу народу, провели эксперименты. И потом, чем через, я не знаю, год, 3-4-5 лет, они там подготовили доклад, что уже как бы этот самый данные собраны и предоставили общественность. Ну и, соответственно, можно же как-то... Они, если что-то делают, кстати, они же огласки передают. Вот. И пока я такого вот не увижу, до любых веществ не возле чего угодно. То есть, всяким Петям, Васям верить не буду. И вам не советую. Тоже не верьте. Доверяйте научным источникам, доверяйте ученым, потому что ученые, они более открытые и меньше врут. В отличие от политиков и всяких Петий и Васей. Итак, пищевая добавка. Цикломат натрия зарегистрирован как пищевая добавка Е-952. Размещен в более чем 50... А, разрешен в более чем 55 странах, в том числе в странах Европейского Союза. Цикломат натрия был запрещен в США в 1969 году. В настоящее время рассматривается вопрос отмены запрета. То есть, посидели, подумали, исследования провели и поняли, что Петий и Васей в 1969 году были неправы. Вот, и сейчас, думаю, они только бы запрет снять. Так. А, и вот еще тут интересная такая фишка. Тоже надо озвучивать. Я придерживаюсь открытости, и все должно быть быть на виду. Также у некоторых людей в кишечнике имеются бактерии, которые способны перерабатывать цикломат натрия с образованием метаболитов, являющихся условно тератогенными. Поэтому он запрещен для беременных женщин, особо впервые 2-3 недели беременности. Ну, в принципе, я с этим согласен. Беременным женщинам вообще много чего нельзя. Им диету надо соблюдать, потому что не только вот эти вещества, но и другие какие-то продукты могут быть, то есть канцерогенными для детей и вырабатывать в процессе пищеварения могут вырабатываться какие-то вещества, которые могут, соответственно, на плод влиять. Ну, и впоследствии, когда вот женщина рожает, там, допустим, тоже, чтобы было чистым и качественным молоком, нужно нормально питаться. А не есть нам все подряд. Так, смотрим дальше. Натрия, аспартам. Так, цикломат натрия мы не смотрели, аспартам. Следующий у нас аспартам. Ох, и длинное у меня видео получилось. Я думал, как-то немножко быстрее будет. Хотя, если бы, можно меньше тарахтел. Так, аспартам. Ну, тут еще 3 пункта осталось, поэтому сейчас мы по гулику постараемся пройти. Так, аспартам. Так, так, так. Смотрим, что там у нас. Так. Так, аспартам, аспартам. Аспартам. Итак, L-аспортил, L-фенилаланин. Посластитель заметил. Сахаропищевая добавка под номером Е951. был впервые синтезирован в 1965 году. Срок патента закончился в 1987 году в Европе. И в 1992 году в США. Свойства. Аспартам примерно в 200 раз слаще сахара, не имеет запаха, хорошо растворим в воде. Несмотря на то, что этот посластитель, как углеводы и белки, имеет калорийность 4 калории. Для создания сладкого вкуса необходимо небольшое количество аспартама. Поэтому его вклад в калорийность в печень не принимается в расчет. По сравнению с сахаром, вкусовое ощущение сладости от аспартама медленнее проявляется и дольше остается. При нагреве аспартам разрушается. Поэтому не пригоден для подслачивания продуктов, подогреваемых в термообработке. Так, применение. Аспартам выпускается под различными торговыми марками. Как отдельно, так и в составе смеси сахарозумителя. Аспартам является вторым по популярности. Сахарозумителя входит в состав огромного количества продуктов и напитков, в том числе безалкогольных напитков, горячего шоколада, жевательных резинок, конфет, йогуртов, заменителей сахара, витаминов, таблеток против кашля и многого другого. Коммерческое название – северный витамиланок. Так, также выпускается в виде таблеток. Одна таблетка по сладости соответствует 3 граммам сахара. Смотрим дальше. Позиция FTA – метаболизм и безопасность. История. Аспартам был в 1965 году химиком, работавшим на компанию SOWR. Это тоже нам интересно. Позиция FTA – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Считает Аспартам безопасным в качестве подвластителя. То есть, если уже там американцы со своим уровнем жизни, уровнем медицины и вообще уровнем по всем высоким, то, знаете, нам добавить с вами нечего. Учитывая результаты большого количества исследований по безопасности Аспартама, в том числе пяти ранее проведенных негативных продолжительных исследований канцерогенности, недавно опубликованного крупного исследования эпидемиологии с негативной ассоциацией между использованием Аспартама и возникновением опухоли. Отрицательный результат из серии из трех исследований о трансгенных мышах FTA не находят оснований изменить свое предыдущее заключение, что Аспартам безопасен в качестве подвластителя пищи общего назначения. В общем, он безопасен, он не находит оснований для изменения позиции в этом отношении к этому веществу. То есть, все нормально. Оригинальный текст. Так, тут на английском. Так, метаболизм и безопасность. То есть, я еще раз подчеркиваю, что исследования здесь проводили, вот, и тоже какие-то Пети, Вася, там, наверное, предъявы кидали, что он типа вредный, там, какой-то этот самый. Вот, они провели исследования и не нашли оснований для изменения своей позиции и статуса безопасного продукта, вот, на изменение статуса на негатив. То есть, все в порядке. Итак, метаболизм и безопасность. Аспартам в организме человека распадается на две аминокислоты. Так, и метанол. Аминокислоты являются составной частью белков и не только не опасны, но даже необходимы организмы. Метанол в больших количествах является токсичным, но это естественно. Метеление вещества. Так, что часто дает повод для дискуссий о вреде аспартама. Однако, получение метанола с пищей значительно превышает количество, образуемое из распада аспартама. Прием аспартама в дозах до 34 мг на килограмм веса тела разового или 70 мг на тела в 8 приемах не приводил к появлению метанола в крови в обнаружаемых концентрациях. В малых количествах метанола постоянно образуются в организме человека в результате естественных метаболических процессов. То есть процессы в нашем организме происходят метаболические, ткани замещаются и так далее. Вырабатывается метанол. Так что он вырабатывается с пищей. Это для тех, кто там на ПП сидит, думает, что если он сидит на ПП, то у него ничего такого не вырабатывается и быть не может. Поэтому телки-маталки. Даже если вы сожрете 1 кг яблок, тут, кстати, описано тоже, то из 1 кг яблок, по-моему, вырабатывается 1,5 мг этанола. То есть это очень много. Это гораздо больше, чем вот этой вот полтора литровой бутылки. Наверное, и полмиллиграмма не наберется. А это только за 1 кг яблок. То есть 1 кг яблок можно вытоптать за раз. Что такое 1 кг яблок? 400 калорий всего лишь. Я, блин, за раз всегда 1 кг яблок. Это нефиг делать. Так, что там у нас дальше? Ну, тут много читать, конечно. Критика даже есть. Существует мнение, что аспартам опасен для диабетиков. Ретинопатия у диабетиков может возникать в средстве отравления аспартамом. Аспартам способствует тому, что уровень сахара приостановится неконтролируемым. Но это мнение недоказанное. Вот если бы нормальные люди там сели, Петя и Василия послушали, исследования провели и доказали. А тут мнение. Поэтому мы его зачитывать не будем. Можете сами его прочитать, когда я выложу ссылочку. И так видео длинным получилось, поэтому смотрите, читайте, кому интересно. Смотрим дальше, что там у нас. Так. Натрия, аспартам, ароматизаторы натуральные, кофеин содержит, выготовленный, без додавания консервантов, текстурных барнакев. Так, ну что, все? Все вроде, больше ничего нет. Так, а ну, что-то у меня там еще было. Что-то я пропустил. Открыть. А, фенилолонин, то, что там оно вырабатывается в результате распада этого самого аспартама. Это, кстати, еще информация для тех, у кого фенилкетонурия, такая врожденная болезнь, когда не усваивается вещество. Но я там не вникал, что там оно, этот самый. В общем, сами можете почитать. И тем, у кого такая болячка, в общем, не только кока-колы нельзя, а и очень много других веществ, продуктов тоже. Диета специально нужна. Нужна, вот, так что, разбирайтесь с этим сами, если у вас такая проблема есть. То есть я тут как бы не эксперт, не врач. Поэтому, так, еще-то у меня там еще одна ссылочка есть. Сейчас я последний раз покажу, чтобы все знали до этого самого. Эти ссылки я тоже выложу внизу, чтобы вы там почитали. Может, кому-то не нужна. А, ну и тут у меня, конечно, про болячка, фенилкетонурия. Так, ее тоже читать не буду, но ссылку выложу. Поэтому читайте, изучайте. И всегда, если вам кто-то что-то говорит, какие-то вещи по поводу тех или иных продуктов, напитков, лекарственных средств, там, еще чего-нибудь, вот, по правильному питанию. Блин, да, мои господа, 21 лет на норе, 2016 год, середина уже почти 2016 года. Интернет есть у всех. В общем, зашел, написал, куча всего там информации выдала, отфильтровали там всяких Петий Васей, вот. И, в общем, поглощайте правильную информацию и занимайтесь изучением этого вопроса, вместо того, чтобы тупо слушать всех подряд. Поэтому, вот так вот. В общем, на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok